Просьбы, неоднократные просьбы требовали министров, внутренние дела удовлетворены, не были на тот день. Из федерального бюджета финансирование не поступало, местный бюджет не финансировал. А как же тогда вы вели контроль за райотделами, которые должны были исполнять ваши же поручения? Как вы могли их контролировать, если они вам писали, что у них недостаток вот этих средств, они вам писали, а вы дальше выходите на своем месте, ничего не могли решать? Все, что было возможно, и все, что находилось к тому времени на складах, в райотделы и районные управления выдавалось. А то, что вы выдавали, того было недостаточно, и поэтому райотделы писали вам постоянно. Потому что здесь подсудимые сказали, что мы постоянно писали. Еще подсудимые ничего не сказали. Ну, зато говорили те начальник вашего управления по административным границам с Хавребов, и инспектора Крускавича, они говорили, что они постоянно ставили вас в известность в течение нескольких лет даже, когда разговор зашел о посте Масухаев. И дальше вас никакого контроля и никаких мер дальше вас не принималось. Писали они и писали вы. Как вы это объясните? Значит, вы не исполняли свой служебный долг? Дудина, он ответил, что он писал министру. Правительство может обращаться только министром. Непосредственно. Такое значит, мы будем наставить за то, что пригласили министра, и пусть он нам отвечает. Через голову министра. Министр тоже говорил, что он писал. Вы же слышали в прошлый раз министра. Он тоже посылал заявку. Они друг другу писали, а вы все вместе, чтобы они были. Давайте что-то писали, а ничего вопрос не решен был. А что ему задавали? Он в округе стоит молчить. И министр тоже говорил здесь, что он писал в правительство. Ему сказали, что Шаталов за это отвечает. Задавать вопросы сейчас ведь ему, кроме того, что я и мы все считаем его виновным в том, что произошло, потому что он не вел должный контроль за ту должность, на которую он будет поставить. И кроме того, что мы будем наставить на то, чтобы вас тоже привлекли к уголовной ответственности, за теракт, как человека, который не справлялся со своими должностными обязанностями, больше сказать ничего не могу. И мы будем наставить, чтобы вас тоже привлекали к уголовной ответственности. Вот эти люди, подсудимые, виновны в том, что произошел теракт. Они виноваты в части от того, что вы не исполняли свои обязанности. Можно сказать еще? И сейчас они должны вам задавать вопросы. Сейчас посмотрим, как вы будете задавать вопросы. Скажите, пожалуйста, ваш уход на другую работу, с чем это связано? И когда вы ушли на другую работу? В 2005 году. Отвечаем. Причина вашего ухода? Причина моего ухода из органов внутренних дел. Я подал рапорт, об этом я говорил еще, когда был в Дерховный суд. Подал рапорт об уходе в отставку. Об уходе в отставку? Рапорт был удовлетворен. И в конце 2005 года рапорт был удовлетворен. И в начале 2006 года был уволен с органов. С чем это было связано? Это было сказано с тераптом или просто по вашей воле, или просто как пенсия или что? Это сказано с тераптом или на что пенсии? Он на пенсию ушел. На пенсию ушел. Почему вы за него отвечаете? Мы его спрашивали. Почему он не должен отвечать? Он сказал, написал рапорт. Прекратите. Он написал рапорт. Стирально он написал рапорт? Написал рапорт. И удовлетворили его рапорт. До 2005 года, с сентября до 2005 года, вы какой-нибудь рапорт написали на ваших подчиненных, что они пропустили террористов через границу. Или вы пошлили кого-либо из своих рабочих? С 2004 года по 2005 год, вы какие меры приняли патерарху? Проводилось ли вами какое-либо служебное расследование? Исиев, слушайте. Слушаю, я слушаю. Служебное расследование по террористическому арку по тому, как действовали ваши подчиненные. Служебное расследование, служебные проверки проводились службой безопасности Южного федерального округа МВД России. В последующем все эти материалы были переданы в прокуратуру. И расследование уголовного дела занималась прокуратура. Там все материалы служебных проверок и служебных расследований находятся в рапорт. Я думаю, что это все материалы. И кого вы там признали? Вы кому-либо писали представление на поощрение? Никак нет, Ваша честь. Или о наказании? Виновного кого-либо признали? Не писали. Представление ни на кого не писал. Никого на кого не писал. Так значит, никто не виноват? Ни на кого самого не писал. Которые находятся вон на той кладбище, которых мы уже не видим. А ты каждый вечер своих детей видишь. Кисеев, ответили на вопрос. Он не писал. А почему не писал? Если он находится в такой должности, под его руководством и все это делалось. Почему он не писал? Почему никого не наказал? Наказали только вот этих, что ли? Кисеев, он занимался, этим занимались другие компетентные органы. Так получилось. Да. Скажите, а вот какие телепрограммы получили вот в конце августа? В течение с 8-го года, с 1-го августа, какие телепрограммы получали? Я на этом. Вы когда с сотнями? В отпуске вы большое время находились? А где все? С середины июня по 8-го августа. Значит, весь июль? В июне-юль, да. 8-го августа было позвано. Два месяца ровно получается. Почти два месяца, да? Ну там или в отпуск, да, несколько лет. У вас было приблизительно телепрограммы такого содержания, что в Молгопедском районе в селении всегда формируются незаконные формирования. Приблизительно что-нибудь такое вы получали? Я не помню, только телепрограммы. Хорошо, какие вы помните? Вот в течение августа как вы вышли на работу? Тогда скажите, с 8-го августа. Значит, Ваша честь, я сейчас могу ошибиться, опять-таки могу не назвать даты, не называть номера, не называть содержание, но еще раз повторю, вся та информация, которая была получена Министерством внутренних дел, она легла в основу предыдущего приказа и тот приказ, который действовал на момент августа месяца 2004-го. Но вы чувствовали, что обстановка напряженная? Хотя бы вот это у вас чувствовалось? Информации. Я, возможно, в совершении где-то скопления или кого-то, мы не получали. МВД тоже не получали. Пожалуйста, попросите. Как часто вы выезжали на административную границу? Ежедневно. Ежедневно? Вы сами от него не выезжали? Вы знаете такого сотрудника, Царова? Нет, но у нас еще и в МВД есть, и ФСБ еще много денег. Нет, но задайте вопрос, с каким сотрудником он должен был выезжать. Хорошо. С начальником вам правобережного района ФСБ вы выезжали на проверку и на административную границу? С начальником ФСБ правобережного района я на проверку границ не выезжал. А с кем вы выезжали когда-либо из сотрудников ФСБ? С сотрудниками ФСБ я не выезжал. Вы сами выезжали, один всегда, с водителем? Нет, я выезжал один с водителем, либо же с сотрудниками управления по границе, либо же с сотрудниками территориальных органов Министерства новостных дел. Когда-нибудь вы ежедневно выезжали? Вы когда-нибудь были свидетелем того, что ров закопа? По поводу вот этих ровов, какой ров? Ну я понимаю, вы сказали, что ров непонятцы, да? Но вы когда-нибудь были свидетелем того, что ров закопа? Какой ров у вас есть? Ой, блин, какой ров? Может еще и выкопать? Как? Вдоль административной границы. Ну тогда канаву были выкопаны рвы, а? Были выкопаны рвы, вот об этих рвах и говорят. Я и спрашиваю, на административной границе, какие еще были могут быть? Вы были свидетелем того, что они закопаны? Там какие-то части, определенные участки? Какие-то части, определенные участки, да. Это было в 2002 году. Какие-нибудь вы меры предпринимали, чтобы этого не происходило? Конечно, предпринимали. Выявить лиц, которые это делают. Какой-нибудь задержали? Нет, не задержали. А какие меры вы принимали? Меры принимали сотрудники территориальных органов, на чьей территории это расположено. Ну, понятное дело, что административная граница не государственная. Да, понятно. Но в связи с такой обстановкой напряженной, в Совете, когда вы собирались над обещанием в кабинете министра, вы ставили вопрос, что необходимо выкопать капитальные траншеи, чтобы за одну ночь их не закапывали? Эти вопросы ставились, эти вопросы ставились, и непосредственно, я опять-таки повторюсь, вопросы ставились министрам перед правительством Республики Объеделения надлежащих денежных средств и технических средств. Также эти вопросы, я знаю, поднимались и ставились руководством Правобережного РОВД и Схановым, и Айдаровым в администрации местного самоуправления района. Поднимались и ставились, а осуществляли их? Когда-нибудь осуществили то, что вы поставили и поднимали? Конечно, осуществлялись. Осуществлялись. Если бы они не осуществлялись, не осуществлялись, спрошу прощения, то этих борьбов и траншей не было. В Верховном суде над Кулайом вы говорили, что вам не хватало 700 тысяч рублей. Вы ставили этот вопрос? Кто говорил? Это говорил не я, это говорил адвокат. Почему адвокат? Было сказано, что... Вопрос задайте. Вопрос задайте. Вопрос задайте. Какую технику вы приблигали, чтобы выкопать капитальные траншейки? Вы занимались этим? Нет. Я непосредственно сам этим не занимался. Единственное, по возможности решались вопросы с руководством 49-й бригады или 58-й армии, с их подразделениями. В Моздокском районе. Но вы потом проверили, то, что вы поставили, потом осуществили ваши подчиненные, вы проверили, что да, действительно, вот эта поставленная задача осуществлена на месте? Проверил, и подчиненные задачи выполняли, и эти задачи выполняли тоже. Объездные дороги, полевые, были приведены в негодность. Те, которые выявлялись, приводились в негодность. Для невозможности проезда по ним транспортным. Те, которые выявлялись. Не просто разъявительно, все эти программы все получали, а он один, который не выслушал. Пожалуйста, вопросы. У меня еще вопросы. Скажите, подобные управления по административной границе каких-либо субъектах Российской Федерации еще есть? Что вы знаете? Подобных управлений в субъектах Российской Федерации нет. Единственное, есть такое же управление, я уже говорил, несколько в другом виде, в Республике Индушетия. Значит, есть иное управление, которое называется Дагестанская граница в Дагестане. И есть несколько другой формы, другое управление по Ставропольскому краю. Все это отличается от численности, личного состава, ну там в несенном службе, там вахтовый метод, и поставить, значит, зависит от того, какие задачи ставятся. Непосредственно название управления по границе единственное только в Республике Индушетия. Значит, Дагестан я назвал несколько другая структура. В Кабарде совершенно другая структура пропали, но и в других субъектах Российской Федерации таких управлений нет. Скажите, а режим вот несения вашей службы, он отличается от режима государственной, охраны государственной границы? Ну, я понимаю, что он отличается, но вот ваше управление, по-видимому, было создано от того, что большая угроза проникновения террористов, видимо, с этим было создано ваше управление. Значит, изначально управление по границе было создано в 1997 году с целью ликвидации последствий Осетино-Ингушского конфликта и продиктовано создание этого управления было политическими и социальными целями. Изначально задачей управления было обеспечение, значит, охраны административной границы в зоне Осетино-Ингушского конфликта, совместного проживания в лиц Осетинской, Ингушской и других национальностей и недопущения возможного межнационального конфликта. Изначально управление было создано для этого. В последующем цели и задачи несколько изменялись с учетом складывающейся обстановки. Сколько человек работало в вашем управлении? 60. Ваша честь, значит, я повторюсь, около 60 человек, из них вольнонаемные порядка 6-8 человек, где-то так. Так я могу ошибиться в цифрах на 1-2. Сама, он запричит мне, шага, нет. Сюда, кого вы хотите. Паспортно-визорная служба, оно тоже вносилось к вам? Да, говорю. Да. А вы скажите, вот такие факты, когда по одному адресу было прописано более сходничное. Какие факты выезжаете? Паспортно-визорная служба правобережного района. Значит, факты прописки по одному адресу определенного количества лиц, это такие факты, выявлялись не только в правобережном районе. Значит, то, что касается правобережного района, я сейчас опять-таки затрудняюсь назвать номер уголовного дела и других разбирательств. Но сотрудники, которые были замешаны и в правобережном районе, и в Берестонском, и в Володежском, и в других районах, они были привлечены к ответственности. Я просто сейчас не помню. По-моему, даже в правобережном было возбуждено два или три уголовных дела. Я просто точно сейчас могу ошибиться. А вы на договоры не можете приходить? Неинтересно. Хотя по подружности. Если по-моему, не накапливать. Ну, это можно, ваше честь, элементарно запросить. Нет, запросить, но и уголовное дело в отношении кого и когда. Вот, вы знаете, такая хронология. Когда руководителя спрашивают, не помнят ни конкретно, ни фамилии ни одного наказанного, ни количества, ни когда это было. Это говорит о том, что мы вообще контролем не занимаемся, вот этой всей деятельностью. Это говорит о том... Только сейчас убедилась. Если есть, ну, такой случай, ну, ощущение, так скажем, после терактного матча, мы знаем. Для нас это было ощущение. А если у вас это было ощущение, то вы не знаете. Какой, какой. Все ясно. Кто был виноват вообще во всем мире? Почему именно в Беслане и в России? Вопросы, пожалуйста, задавайте. Хороший у нас генеральный полковник продажный. Вы, значит, когда полк расформировали, работали на полк? Да. Можете назвать причину, из-за которой полк был расформирован полк? Полк был расформирован по причине невозможности отсутствия финансирования из местного бюджета. Расформировал из-за отсутствия финансирования. Кто финансировал? Местный бюджет. Вы ходатайствовали? А финансирование? Ходатайствовали не только о финансировании, но о увеличении численности и также о создании полка за счет связь с федеральным оборудованием. И неоднократно. Какие ответы вы получили? Ждите вопрос, находится в стадии рассмотрения. Какой период времени это занимало? Во всяком случае, когда я уходил с работы, тогда еще говорили, ждите вопрос, находится в стадии рассмотрения. Как таковой приказ о расформировании поступал с федеральным оборудованием? Полк? Не федеральный полк был. Я понимаю. Приказ о расформировании полка и федеральных органов не поступал, потому что полк был сформирован за счет средств местного бюджета. Можно узнать суммы от 8 годовой затраты на содержание этого полка? Я не хочу вводить в заблуждение ошибаться и могу назвать неправильную цифру. Но если полк численности 1000 человек, предполагаемой численностью 1000 человек, и взять только одну заработную плату, то можем просто-напросто посчитать. В среднем 5-6 тысяч на 1000. Значит... Но вы сейчас расчеты... Да. Знаете, не знаете? Нет, я сейчас... Вы владеете или нет? Конкретно эту цифру я сейчас назвать не могу. Если я про касса к документу, то я могу сказать. Тысячи человек было в полке? Предполагалось. Намеревались такой полк создать и обращались... А на самом деле фактически что? Не могу сказать. Мне вопрос о том, что мы отвечаем. Где было в каком полку, который нас формировали? Да, который подпишет...